Ехала в автобусе, на остановке зашел симпатичный парень и встал рядом. Вдруг он улыбнулся и сказал, ну как сегодня настроение у красивой девушки? Я просто обалдела, покраснела и выдала, теперь уже лучше. Он зыркнул на меня недовольно, постучал пальцем по наушнику, а затем продолжил разговор. Я минут через 20 буду у тебя, целую. После этого он несколько остановок молча ехал рядом, а мне все это время хотелось биться головой и стеклой за свои глупости. Вчера на улице встретила маму своего бывшего и поздоровалась с ней. А она вдруг молча побледнела и почти завалилась в обморок, благо ее муж подхватил под руку. Оказалось, что она пилила сына по поводу того, что он расстался со мной, так как я ей очень нравилась. А этот болван не придумал ничего лучше, чем сказать, что я полгода назад утонула в море. Однажды в восьмом классе я надела джинсы после стирки, и как оказалось, в штане не застряло нижнее белье. Оно выпало, когда я была в школе. Его нашла наша классуха и попыталась выяснить, кому оно принадлежит. Но я так и не решилась признаться. Мой брат мне жалуется. Стоим с девушкой на улице друг напротив друга. Смотрю ей в глаза и думаю о том, что у них сегодня какой-то особенный цвет. Говорю, у тебя сегодня такие необыкновенные глаза. Сказав, понимаю, что в них отражается моя ярко-голубая толстовка. И без задней мысли добавляю, а это я в них отражаюсь. Когда понял, что ляпнул, ее уже было не остановить. Сегодня у меня был важный экзамен. Я проспала, не успела ни поесть, ни накраситься. Просто встала и побежала на остановку. Пришла в итоге с незначительным опозданием. Зашла, стала извиняться, а препод посмотрел на меня и спросил, кто я такая. Я назвала фамилию, а он ответил, девушка, не морочите мне голову, я знаю, как она выглядит. Если она не выучила, то пусть приходит на пересдачу во вторник. В общем, без макияжа я совсем другой человек. День Святого Валентина, 7 класс. Я была влюблена в одного мальчика и решила совершить романтический поступок. Я приклеила к окну его комнаты записку о таинственной поклоннице. Но в тот день шел снег, и он вычислил меня по следам, которые вели прямо к моему дому. Я все отрицала и закрыла дверь перед его носом. Сегодня сидела в парке и рядом на лавочке присел какой-то парень. Я увидела, что он держит в руках хомячка и спросила, можно ли его погладить. Но казалось, что это был не хомяк, а кекс. Мне так неловко стало. Наверное, послушаю маму и пойду куплю себе очки. Внимание! Если вы у кого-то в гостях увидели на полу плоскую штучку с экранчиком, то между тем, как спросить, ой, это весы, и встать на нее, обязательно дождитесь ответа. Это может оказаться роботом-пылесосом. Не повторяйте моих ошибок. Так, стою на кассе в магазине, а передо мной парень. Из покупок у него только два десятка яиц. Кассир, пробивая товар, спрашивает у него, «Мужчина, у вас только яйца?» Собравшись силами, парень выдал. «У меня еще и душа есть!» Субтитры подогнал «Симон»